Иду на вы. Легендарное выражение знаменитого полководца Древней Руси, великого князя Киевского, Святослава Игоревича. Перед началом военных действий он посылал гонца к врагу с кратким посланием «Хочу на вы идти». Таким образом, Святослав сознательно предупреждал его о своих военных планах. Между тем, история знает случаи, когда другие страны нападали на нас вероломно, без объявления войны. Как, например, японская армия в 1904-м или гитлеровская в 1941-м. И это не сломило духа русских воинов, ибо, согласно легендарному выражению другого князя Александра Невского, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. С вами программа «Русская культура». Истории О. В наступившем году в мире вспоминают один из самых громких судебных процессов прошлого века. 70 лет назад в небольшом городке в Южной Баварии состоялся Нюрнбергский процесс. Разные государства, в том числе и те, которые до сих пор были противоборствующими сторонами, вершили суд над представителями системы, чуть было не загубившей цивилизацию. Это был сложный по составу процесс, ведь общей правовой основы, чтобы судить военные преступления, и преступления против человечества тогда не было. Тем не менее, Великобритания, США и Советский Союз нашли общую платформу и вершили суд над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Многие великие слова отчаствовать нельзя. Любовь, гуманизм. Ну, как бумага. Если все говорить о них, они теряют смысл. Они стеряются. Тем не менее, здесь была борьба добра и зла. Гуманизм с мирным злом. Предстворяла фашистская Германия. И Нюрнберге под этим подвели черту. Нравственная позиция нашего государства в ходе Нюрнбергского процесса, которую можно выразить слоганом «Нет фашизму, нет войне», словно незримый стержень, на котором зиждется вся российская история. Политика остается политикой, и несмотря на жестокость этой сферы человеческой деятельности, Россия всегда отличалась гуманистической идеей, стоящей у истоков любых действий руководителей нашей страны. На государственном уровне утвержден план мероприятий, посвященных 70-летию Нюрнбергского процесса. В нашем городе уже состоялся конкурс студенческих работ, который провели совместно прокуратура области и РГУ имени Есенина. В прошедшем 2015 году юбилейный год в истории России, год 70-летия победы над фашизмом и 70-летия Нюрнбергского процесса, фашистская Германия вела захватническую проводительскую войну, поэтому ее главные руководители были преданы суду. Международный военный трибунал в Нюрнберге стал первым опытом осуждения преступлений государственного масштаба, правящего режима, его карательных институтов, высших политических и военных деятелей. Он вошел в историю как процесс антифашистский. Перед всем миром была раскрыта сущность фашизма, его идеология. На процессе наглядно и убедительно была показана вся опасность фашизма для мира. Поэтому очень важно еще раз вспомнить об этом процессе, о роли СССР, советских представителей в его подготовке и проведении. Не помнящий прошлого, а гречен повторить его. Так звучит изречение философа Джорджа Сантояна. К сожалению, сегодня мы наблюдаем картину, как активизируются силы, желающие переосмыслить, переоценить Великую Победу 1945 года. На этом фоне появляется масса различных публикаций, фильмов, телевизионных передач, искажающих исторические факты. И наша главная задача не допустить переосмысления и искажения истории, чтобы сохранить достоверную информацию о Великой Победе, передавая ее из поколения в поколение в неизменном виде такой, как она была. О преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны говорить можно бесконечно. И каждая семья в нашем государстве так или иначе пострадала от зверств и бесчеловечности представителей той системы. Мы можем узнавать об этом из книг, фильмов и пока еще от очевидцев событий. Виталию Толстову, ветерану прокуратуры, скоро исполнится 91 год. 16-летним парнем он участвовал в обороне Москвы, а после войны в прокурорской форме разбирался с преступлениями военных лет. Прослужил я в армии 33,5 года. И будучи после армии, будучи прокурорским работником, естественно, я дело имел, как правило, в борьбе за законность и порядок. И, естественно, за мои успехи в борьбе с преступниками, бандитами меня тоже награждали. Поэтому вот эти вот, заметьте, вот две эти награды. Меня генеральный военный прокурор республики наградил за борьбу с преступниками. Вот эти две. Дальше. Здесь я член избирательного процесса. Меня наградил Чуров. Вот тут есть специальная медаль за убеги в избирательном процессе. Дальше наградил меня, как и у нас, Вишняков. Я первый получил почетный знак Центральной избирательной комиссии в Рязанской области. Но самое страшное – ростки того зла, с которым боролись наши деды и прадеды, и сейчас прорываются наружу. Ссылаясь на высказывания Гитлера, что Польша будет обезлюжена, и здесь будет пространство для Великой Германии. То же самое ждет и Россия, вплоть до Урала. То есть должны были фактически уничтожить население, а оставить только тех, кто должен был заниматься рабским трудом. И только благодаря тому, что советская армия смогла разгромить фашизм, только благодаря тому, что фашизм был в конечном итоге осужден, мы с вами живем, кажется, нормально. И тем не менее, правильно профессор наш говорил, что несмотря на это, и в наше время, в том числе и в Рязани, существуют так называемые фашистские группы. Я помню бывший замначальника милиции, мы с ними работали по бандитам в свое время. Вот он потом ушел, ты знаешь, где с бандитами было проще работать. Вот сейчас разговариваем у нас с известным делом, если вы помните, по группе «Белая инквизиция», которые ходили, патрулировали город, в центре города, на театральной площади, видели людей другой национальности, избивали, в ряд случаев убивали. Так вот, с ними невозможно говорить. Им показываешь кадры из фашистских лагерей, фотография, нет, а нет, это тут вот, это сталинские там какие-то лагеря. То есть там просто невозможно, и действительно, я так тоже подошел, поговорил с нескими, то есть полная отключка. Когда идет процесс над преступником, ну, словно чикатило, при этом, у меня значение, можно заниматься изучением деталей, этому даже надо юристам, историкам. Но что нужно обществу, людям понять, как до этого дошли, и что здесь, чтобы это больше никогда не повторялось. Ну, сказать, что главную тяжесть борьбы с Вашей Германии вынесла наша страна, наши предки. Для меня это мой дед, он воевал, мой отец, он еще жив, он 27 года рождения ушел на фронт, этот год рождения, 27, мы позывали весной, срок 5, он ушел осенью, срок 4, добровольно, слабого, жив. Хотя участников борьбы осталось совсем мало, вот если не ошибаюсь, участников войны, сейчас в Рязани у нас где-то, вообще в регионе около 1900, около 2000 осталось всего. И здесь сказать, вот, даже понять, как не сломали немецкую машину, мы только удивляться. У нас обычно, вот, даже в школе, причины неудачи Красной Армии в начальный период войны. В школе нужно знать, понимать, объяснить. Но вы знаете, вот меня, как человека, никакого человека, не тесу, да другое. Причины неудачи непонятны. Это объяснимо, к сожалению, часть из них – это просто наши собственные достатки. Условав, то, что каждый день мы недорабатываем по чуть-чуть, завтра доделаем. В момент, когда страшно, враг, обрушка наших границ, идет уничтожать, все это, к сожалению, всплывает. Как наши с вами родные и близкие могли сделать так, что все завершилось 9 мая 1945 года. Вот вы вдумайтесь. Немецкая культура, наука, техника, медицина, немецкие дороги, ну что там еще? Это все, это великое достижение воциализации, когда все эти великие достижения поставлены на службу человеко-экономерической идеологии. Немцы были хорошие солдаты, умели воевать, умели отличная техника. И вот заметьте, все это хорошо, и в данный момент все было, шло на зло человечеству. И вот эту огромную силу, эту великолепную, организованную, смазанную, знаете, так вот, как хорошее число, надо было ломать. Вот наши пятки ее сломали. Нет сомнений, что самую дорогую цену за победу над фашизмом заплатил Советский Союз. Но гуманистическая позиция советского руководства и советского народа после победы отмечалась даже побежденной стороной, агрессором. В своем романе «Время жить и время умирать» Эрих Мария Ремарк рассказывает о войне глазами немецкого солдата, который признает, правда, за советским народом. Есть такой интересный документ, дневники княжны Васильчиковой. Русская мигрантка, ну, подсемья очень богат, но своеобразная. Ее мама, она пыталась устроить в роли парламентера между кайзером Германии Николай II. Но после революции у них были поместья в Литве, она там осталась. И, в общем, в итоге эта этнически русская мадемуазель работала в Третьем рейхе в ведомстве Ебельса. И война, она работала в Берлине, у нее была хорошая должность, знала языки, русский, английский, французский. Получала хороший паек, барышни, культурный, интеллектный. Дневники описания Берлины эпохи войны очень любопытные. Есть русский перевод. И вот у меня есть такой эпизод, это начало весны 1945 года, где наши языки, можно вспомнить, 17 весны, первая серия. Трамвай берлинский. Уже бомбежки, все хуже, с подавосием карточки, Красная армия, немаленькие границы Санта-Терейха. И вот там бывают пожилые обыватели берлинские, причем пожилые и молодые, работают или на фронте. А вот пойдут русские, что устроят, а жутко. Разные дикие фантазии, подогреваемые пропагандой Ебельса. И там едет немецкий солдат. Начинает после ранения, там весь в орденах, в шрамах, молчит, слушает. Потом надоело, говорит, домолчите вы, дураки вы не видите, не понимаете, что такое война. Вы дадите, что мы творили в России. То, что все, что сейчас фантазируете, все ерунда. Если одну соту этого русских сделают в Германии, это будет страшно. Взявшие меч, мечом погибнут. Выражение из Евангелия, которое Петр Павленко, ставивший себе задачу создать образ полководца-патриота, вложил в известном сценарии, в несколько измененном виде, в уста Александра Невского. Кто с мечом к нам войдет, отмечая, погибнет. На том стояла и стоит русская земля. Между тем, согласно некоторым источникам, вернувшись после битвы, в освобожденный Псков Александр Невский сказал пленникам. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, отмечая, погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля. В наших силах помнить о том, как наши предки смогли побороть зло и сделать так, что вторую половину 20 века в мире не было войны. Это было не из главных принципов, не шпиль Советского Союза. Если бы Сталина, Хрущева, Брежнева. Ну, парагмент оценивать, история очень сложная. Но, это несомненно, Советский Союз пытался делать все, чтобы не было новой войны, и чтобы фашизм больше не появился нигде в мире. И вы знаете, это, в общем-то, получалось. Вот сейчас я, как человек уже старшего, по крайней мере, скажу, что если бы это уже не для Ча Брежнева, когда он был жив, мы даже ему прибыли, если космическому, потому что главное, почему бы, лишь бы не было войны. И войны, действительно, не было. Но она покатилась. Мир стал, наверное, короткого ряда Наполеона, Соединенных Штатов и Лассею Мира, хотя чего-то у их президентов явно не получается быть лидером до конца. То, что везде все полыхает, нет стабильности, перспективы, я говорю, не радоваться, но и дар для Америки. Что и поэтому опыт советской эпохи в этом плане, как минимум, нужно использовать. Приписывают Александру Невскому и такие слова «Чужой земли не хотим, но и своей земли Ни одного клочка своей земли не отдадим никому». Их процитировал Иосиф Сталин в политическом отчете 16-му съезду партии. «Ни одной пяди чужой земли не хотим, Но и своей земли Ни одного вершка своей земли не отдадим никому». С вами была программа «Русская культура. Истории О». И я, ее ведущая, Марина Комиссарова. «Русская культура. История О. 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 Продолжение следует...